Здравствуйте! В эфире программа «Альметьевск» сегодня в студии Эдуард Прокопьев. Смотрите в программе. Острые вопросы главе района. Жители Нижнего Абдулова собрались на сход граждан. Вам завтра позвонят, и ваша организация все расчетки доведет, так что не переживайте. Промедление смерти подобно. Почему водители не пропускают машины скорой помощи? Водитель, который слышит спецсигнал, он должен принять правее, уступить дорогу скорой помощи. Испытаны на себе сложные задания ЕГЭ оценили родители выпускников. Родители должны будут пройти эту процедуру, посмотреть, прочувствовать все то, что чувствуют дети. В «Альметьевске» продолжаются встречи сельчан с руководством района. На сходах жители сельских поселений могут напрямую задать вопрос не только главе района, но и начальнику полиции, прокурору города, а также депутатам. Очередной сход граждан прошел накануне в Нижнеабдуловском сельском поселении. В состав поселения входят два села – Нижнеабдулово и Кызылкеч, где проживает почти 900 человек. В прошедшем году отремонтировано 400 метров дороги на улице Ленина и заасфальтирована территория напротив музея. Глава сельского поселения Равиль Юнусов сообщил, что в поселке Кызылкеч произведено бурение под воду на 67 метров. При активном содействии односельчан установлены памятники в честь победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на проделанную работу, глава района Айрат Хайрулин указал на некоторые проблемы в работе главы поселения. Я пока работой сельсовета Нижнеабдулово не удовлетворен. Такое ощущение, что здесь вообще какой-то власти как будто нет, Равиль Юрьевич. А в вашем случае, когда под полком нефтяники, вы должны так с ними отношения выстроить, чтобы и вклад нефтяников, и депутатского корпуса, и районного бюджета был максимальный здесь. Мы с вами на эту тему уже несколько раз говорили, я прошу подтянуться. В текущем году запланировано строительство здания фельдшерско-акушерского пункта, установка счетчиков воды. Также планируется заменить водопроводные трубы на некоторых улицах. В планах и озеленение территории Нижнеабдуловского сельского поселения, капитальный ремонт в клубе, а также строительство игровых площадок. Сельчане по традиции задали главе района вопросы. В частности, их беспокоит водоснабжение. Глава поселения обещал устранить эту проблему в текущем году. Также было много вопросов по паевым землям. Затронуты коммунальные темы. Все они были взяты на особый контроль. Контакты ваши есть. Вам завтра позвонят, и ваша организация все расчетки доведет, так что не переживайте. Жители затронули тему предпринимательства на селе, нехватки новых кадров в сельском хозяйстве. Айрад Хайрулин обещал решить и этот вопрос. Как это правильно сделать через колледж, через мехотряд? Мы будем пытаться сделать так, чтобы ребята, кто хотят все-таки в сельском хозяйстве остаться, механизаторами, комбайнерами, чтобы эта работа у нас была. В завершении собрания были награждены активные жители села. Радик Рахимов, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Одним из самых актуальных вопросов в районе по-прежнему остается вопрос сельского хозяйства. Сегодня проблема импортозамещения становится все более актуальной и активно обсуждается во всех регионах страны. Выращенные на родной земле овощи и фрукты качественнее, дешевле и полезнее импортных. Тем более, что у нас имеются все необходимые ресурсы. В связи с этим в Альметьевске будет реализован новый проект «Овощная долина». Он позволит увеличить выращивание овощных культур и привлечь больше фермеров. Подробнее о проекте расскажет наш корреспондент. С каждым годом Альметьевский район становится привлекательной зоной для культивации и развития сельского хозяйства. Наряду с успешным развитием плодово-ягодного кластера, в 2017 году в Альметьевске будет реализован новый проект «Овощная долина». Для него выделена территория размером 400 гектаров. Принять участие в проекте сможет любой фермер, желающий заняться выращиванием овощей. Каждому участнику будет выделено от 5 гектаров земли. В планах масштабная работа по оснащению площадей современными технологиями орошения и возделывания культур. Новый кластер планируется обеспечить необходимой инфраструктурой. Магистральным водопроводом, мощной насосной станцией, машино-тракторной станцией с гаражом и боксами, общежитиям для рабочих. Фермерам, изъявшим желание принять участие в перспективном проекте, будет предоставлена новейшая техника. Одним из первых, кто готов участвовать в проекте, стал руководитель хозяйства Чешма, фермер Александр Горохов. Проектом «Овощная долина» я вот сейчас ознакомился. Мне этот проект понравился. Очень глубоко продуманный проект. Вся инфраструктура, поливные системы, дороги, общежития, техника. Все здесь предоставляется, вплоть до кредитов. Это очень привлекательный проект. Глава Альметьевского района Эрад Хайрулин в своих выступлениях не раз отмечал, что Альметьевский район уникален тем, что здесь получают два урожая – нефтяной и сельскохозяйственный. Поэтому и развивать, и продвигать нужно оба направления хозяйствования. Альметьевск назван победителем республиканского конкурса на лучшие новогодние мероприятия и праздничное оформление. Призеры были определены на заседании конкурсной комиссии. Альметьевск занял первое место в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки». Победу с Нефтеградом разделила Елабуга. Обладателями серебра стали набережные Челны и Нижнекамск, Бронзы, Бавлы и Буинск. Отметим, что в конкурсе участвовали 43 муниципальных района Республики Татарстан и два городских округа. Конкурс проходил в три этапа. Была проведена работа выездных рабочих групп. Состоялось ознакомление с документами муниципальных образований, присланных на конкурс и интернет-голосования. К другим темам. Взрослые более 50 регионов страны вновь сели за парты, чтобы сдать экзамен. Сегодня по всей России прошла акция «ЕГЭ для родителей». Родителям выпускников предстояло на себе испытать, каково это – сдавать единый госэкзамен. О том, какие впечатления остались у родителей, смотрите в следующем сюжете. Жанны Пойда в этом году сын оканчивает школу. И как во многих семьях, где есть выпускник 2017, вопрос сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ является первостепенным. Чтобы понять, так ли страшен черт, как его молюют, Жанна присоединилась к всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». Акция проходила в школе номер 12, где собрались родители 11-классников всех школ города. Родители должны будут пройти эту процедуру, посмотреть, прочувствовать все то, что чувствуют дети, понять, как это все происходит, побыть немножечко вот этими выпускниками. Сдавали мамы и папы русский язык. Все условия сдачи экзамена максимально приближены к реальным. Только вот время для решения выделено не 3,5 часа, а всего 40 минут. В акции приняли участие не только родители. Например, начальник управления образования Дмитрий Садидинов лично решил убедиться, что нервозность вокруг ЕГЭ нагнетается искусственно. Слышу слова нарекания со стороны родителей, что для детей это очень волнительно. Во-первых, сам экзамен, но еще и процедура прохождения, регистрация металлорамки и так далее. Сегодня мы с вами эту процедуру пройдем. Я тоже с вами попробую сдать экзамен по русскому языку. Контрольно-измерительные материалы один в один такие же, как те, с которыми выпускники 11 классов столкнутся на настоящем ЕГЭ. Они разработаны Федеральным институтом педагогических измерений. Процедура вся та же самая. Задания, я бы сказала, не совсем простые. То есть стоит все-таки подумать. В структуре КИМа всего 15 заданий. И одно из заданий есть даже такое написание сочинения не менее 150 слов. Я понимаю, что 40 минут это мало, но мы надеемся, что наши родители справятся. Результаты экзамена озвучиваются только персонально каждому родителю. Поэтому и бояться вроде бы нечего. И даже интересно спустя столько лет после окончания школы проверить свои знания. Но вот время вышло, экзамен завершен. Мы решили поинтересоваться у Жаны, какие у нее остались впечатления. Впечатления, конечно, хорошие остались. Все родители довольны, сказали, что это классно было. Провели на задание, вроде бы все ответили, начали сочинения писать. Многие родители. Но как будет ответом, мы не знаем с результатом. А так спасибо за то, что проводили нам такое мероприятие. Я думаю, что для детей даже это поддержка. Работы проверялись в этот же день преподавателями школы. А сразу после экзамена участники акции собрались в актовом зале, чтобы пообщаться с представителями управления образования. В основном вопросы касались процесса проведения ЕГЭ и заполнения бланков кимов. Им объяснили, что в случае ошибки в ответе есть дополнительная строка, куда можно писать правильный ответ. Зарина Ахметова, Дуар Прокопьев, Альметьевс ТВ. В начальном звене школы номер 12 прошло мероприятие «Грамотный пешеход». Его организовало отделение социальной помощи семье и детям, совместно с сотрудниками отдела ГИБДД и учреждением безопасности дорожного движения. В мероприятии участвовали дети из семей, находящихся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации. Ребята посмотрели театрализованные представления на тему безопасности дорожного движения, послушали лекцию, посмотрели видеоролики, поиграли в интерактивную игру. В подарок дети получили светоотражающие брелки и газету «Добрая дорога детства». А вот взрослым такие меры уже явно не подойдут. Гораздо эффективнее работают штрафы. В Альметьевске прошел очередной рейд по выявлению на автодорогах нарушителей, не уступающих дорогу машинам скорой помощи. Как альметьевские автомобилисты реагируют на спецсигнал не от ложки, расскажет наш корреспондент. Срочный вызов и уже через минуту бригада скорой помощи отправляется по адресу. Требуется незамедлительно оказать первую помощь или доставить человека в стационар. И за дня в день фельдшеры не от ложки сталкиваются с ситуацией, когда от их помощи зависит жизнь человека. В таких ситуациях дорога каждая секунда. Но водителям на городских улицах это объяснить трудно. Они не пропускают скорую. Невнимательность и спешка всего лишь отговорки. За такую оплошность штраф невелик. Всего 500 рублей, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Водитель, который слышит спецсигнал, он должен принять правее, уступить дорогу скорой помощи, но также уступить и продолжить движение. Вместе с каретой скорой помощи и сотрудниками ГИБДД наша съемочная группа проехала по улицам города в предобеденные часы. В это время дороги почти не загружены, но тем не менее нарушители все-таки нашлись. Так, за час рейда сотрудники ГИБДД выписали штрафы пяти автолюбителям. Полина Сураева, Эльдар Гимаев, Альметьевск ТВ. Официальный сайт Альметьевского муниципального района принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт». Целью конкурса является выявление и поддержка сайтов муниципальных образований и других организаций, которые специализируются на вопросах местного самоуправления. Сайты, которые наиболее квалифицированы и оперативно информируют население и предприятия о деятельности местных органов власти, станут победителями конкурса. Вы можете поддержать свой район и проголосовать за сайт Альметьевского муниципального района. Для этого вам необходимо перейти по ссылке на сайт msuinform.rf и в списке выбрать Альметьевский район и город Альметьевск Республики Татарстан. Также на главной странице сайта Альметьевского муниципального района размещен баннер «Лучший муниципальный сайт», по которому можно перейти на портал msuinform.rf и проголосовать. Теперь сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно через Телеграм и Ватсап. Сообщить инспекторам Министерства экологии Республики о незаконных свалках, добыче полезных ископаемых без лицензии, о сбросе загрязняющих веществ в водоемы и о многом другом теперь можно и с помощью мессенджеров. Сообщения принимаются круглосуточно по номеру, который вы видите на своих экранах. Для экологов, чем удобно, это идет оперативно реагирование, то есть сообщение сразу поступило, в течение там обрабатывается, в течение там буквально получаса отправляется, значит, к государственному инспектору, государственный инспектор незамедлительно выезжает по месту нарушения. Кроме того, граждане, представившие оперативную информацию о нарушениях природоохранного законодательства, с фото- и видеофиксацией нарушения получат денежное вознаграждение. И к новостям спорта. Крепкие морозы – не повод сидеть дома. А если на улице еще и яркое солнце, тем более. Поэтому молодежь из сельских поселений Альметьевского района в эти выходные встала на лыжи. Отборочные соревнования по лыжным гонкам прошли в рамках спартакиады сельской молодежи. Она проводится уже в 37-й раз и включает в себя такие виды спорта, как волейбол, теннис, гири, борьбу, шахматы и, конечно, лыжи. Пять, четыре, три, две, одна, хоп! Мороз и солнце – что может быть лучше? А если вы еще и любитель спорта и активного образа жизни, то такая погода как раз для вас. Вот и молодежь из 20 сельских поселений собралась на спортивно-оздоровительной базе «Снежинка», чтобы принять участие в традиционной лыжной гонке. В команде от каждого поселения два человека – лыжник и лыжница. Возраст от 14 лет. Так что бежать за свое сельское поселение может каждый, кто молот не только телом, но и душой. Даже несмотря на такую погоду, в которой довольно-таки мороз жмет находящийся, во-первых, все участники рады данному мероприятию. И, на мой взгляд, это очень важно проводить такие мероприятия, потому что неважно, хорошо ты катаешься, плохо ли ты катаешься. Ведь азарт и просто участие общее доставляют неимоверное удовольствие, особенно если ты любишь лыжи. Все команды поделились на группы. В одну вошли сельские поселения с численностью населения до 800 человек, в другую – с численностью более 800. Первыми на старт вышли небольшие сельские поселения. Открыли соревнования девушки. Женская дистанция – 2 километра. Пройти ее непросто. Но упорство и соревновательный дух помогли спортсменкам собраться с силами и до последнего бороться за честь своего села. Сил уже под конец не было. Шла первая и уже обогнали. Ой, девушка обогнала на финише. Обидно, но второе тоже хорошо. Вообще не холодно было. Там все тело разогрелось и все просто. Может быть только глаза чуть-чуть, там, яснички. А так вообще ничего не замазывает, тепло. Сама атмосфера теплая и не чувствуешь холода. Холод мне не помешал, было наоборот лучше даже. Также главное хорошо, что ветра нет. Мужчины бегут 3 километра. Среди них немало опытных лыжников. Например, Амис Хайролин из села Тайсуганово. Каждую зиму он встает на лыжи и спартакиазе старается принимать участие ежегодно. Ну, с детства нравятся лыжи. Ну, как сказать. Не могу сказать. Нравятся и все. Это намного лучше, чем дома смотреть телевизор. Здесь лучше кататься. А вот скоро будет лыжня России. Вы будете участвовать? Обязательно. В итоге лучшие результаты показали команды Васильевского и Новонадыровского сельских поселений. Новонадыровские спортсмены стали лучшими и в личном зачете. Здесь с ними успех разделили лыжники из Сулеева. Финал спартакиаза состоится 23 февраля в Нижнем Актоме. Зарина Ахметова, Эдуард Прокопев, Альметьевс ТВ. Взять реванш не удалось. Альметьевский нефтяник принял на своем льду нефтекамский Торос – одного из самого неуступчивого соперника высшей хоккейной лиги. Подробности встречи в нашем материале. Счёт открыл на восьмой минуте нападающий нефтяника Андрей Демидов. Ответ гостей не заставил себя долго ждать. Через полторы минуты Игорь Черкасов сравнял счёт 1-1. Второй трезок игры для чёрно-белых оказался безрезультативным. А вот нефтекамцы отметились двумя точными бросками. На 26-й минуте Сергей Теряев вывел гостей вперёд. А потом не прошло и 30 секунд, как ворота нефтяника поразил Артём Пименов. В каждом периоде нефтяник совершил больше бросков по воротам соперника. Но и в третьем отрезке игры это преимущество вылилось лишь в одну заброшенную шайбу, автором которой стал Булат Байкеев. Итоговый счёт – 3-2 в пользу Тороса. Напомним, что и первая игра с нефтекамцами в нынешнем чемпионате также завершилась для нефтяника поражением. Тогда альмитевцы уступили со счётом 5-1. Сейчас подопечные решат Агимаева на 11-м месте. В их активе 76 очков после 45 игр. И в завершение напомним, что 8 влюблённых пар нашего традиционного конкурса «Свадебный переполох» вышли во второй этап – СМС-голосование. Поддержите участников. Напоминаем, главный приз – «Свадебное платье». Генеральный спонсор конкурса «Кафе. Просто вкусно». Титульный спонсор «Свадебный салон. Давай поженимся». Партнёры сеть юлирных магазинов «Алмаз золота». Стоматологическая клиника «Дентал Люкс». На этом наш выпуск подошёл к завершению. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!